И доброго времени суток! Вы на просторах игрового канала Ичи Геймс. Меня зовут Антон, или же просто Ичи, и мы продолжаем читать историю одного пионера, являющуюся дополнением для визуальной новеллы «Бесконечное лето». Ничто же. В предыдущей серии Семёна малость отмудохали, побили, вот, и сейчас он в не самой лучшей форме, и какой-то пионер, другой Семён, намеревается ему помочь, насколько я понял, вот. Ну что же, продолжаем. Узнаем, что же было дальше. Пионер быстро скачил и скрылся за деревьями. Неужели в столовую побежал, дурной какой-то? Время тянулось предательски медленно. Телефон я потерял, то ли во время драки, то ли ещё раньше, так что сколько прошло с того момента, как пионер побежал за водой, я сказать не мог. Но в любом случае он должен был уже вернуться. Раны болели нестерпимо, и, похоже, у меня начала подниматься температура. Неужели заражение? Можно же просто умереть? Да хоть бы они меня там забили насмерть. Так ведь нет, надо лежать и ждать конца в мучениях. Ну погодите. Следующий раз я вам покажу. Я вам всем покажу. Страх смерти для меня перестал существовать. Просто потому, что бояться можно чего-то, что пугает. В моей ситуации смерть являлась бы избавлением. Но в это верилось трудом. Скорее, в следующий раз всё повторится. А это значит, что придётся драться. Придётся бороться за себя. За свою жизнь. Точно так же, как в те первые разы. Сделать всё, чтобы не стать нытиком и сопляком, как тот. Я с трудом поднялся на ноги и поковылял в сторону лагеря. Смеркалось. Стоило, наверное, спросить пионера, что случилось после того, как я потерял сознание во время избиения на площади. Может быть, они меня ищут? Или думают, что я уже мёртв? В любом случае, надо быть осторожным. Сейчас мне, конечно, пригодились бы разнообразные навыки, которыми я владел за всё время, проведённое в этих витках. Только вот боец из-за одноногого-однорукого калеки никудышный. На первый взгляд, площадь выглядела пустынной. Ни пионеров, ни птиц, ни белок, обильно населявших лес вокруг лагеря. Да и в воздухе звенела опасная тишина, как затишье перед боем, или как минное поле, которое обходят и люди, и звери. Сделай шаг, и разлетишься на куски. Если бы всё было так просто. Однако я не мог просто стоять и ждать. Нужно добраться до медпункта, промыть и перевязать раны, выпить обезболивающие и антибиотики. Первые шаги по площади давались с трудом. Скорее от сильного морального напряжения, а не от боевых увечий. Я кое-как доковылял до конца, прошёл по узкой дорожке, добрался до медпункта и уже начал возиться с замком, как вдруг рядом в кустах послышался знакомый шорох. Точно, это не животное или птица, это человек. Однако я хорошо понимал, что озверевшие пионеры прятаться не будут, они теперь действуют в открытую. Не знаю, кто там засел, но лучше тебе выйти, а не то... А не то что. В таком состоянии я вряд ли представлял большую угрозу, чем хоть та нахальная маленькая девчонка. Это всего лишь я... Почти что прошептала застенчивая пионерка, выбираясь из своего укрытия. «А ты?» Спросил я саркастично. «Одна? А где же остальные? Хотя да, тебя и одной хватит». «Нет, я... могу уйти, если мешаю». «Оставайся уж, хуже не будет». Я тщетно возился с замком. Конечно, мне не сложно было вскрыть его хоть зубочисткой, хоть спичкой, но то со здоровыми пальцами. А мои были все в гематомах и ссадинах, суставы через один выбиты. Самое сложное действие, что под силу мне сейчас, это держать пионерское знамя и лениво размахивать им над головой. Само по себе дурное занятие, но местные пионеры могут меня заставить делать и такое. «Может, я помогу?» «Чем? Моральной поддержкой?» «А у меня вот...» Замолчала она на полусловие и протянула мне связку ключей. «Откуда?» «Да, я не ожидал подобного, но особо не удивился. Было не до того. Взяла у Слави». «Вот так просто? Хочешь сказать, она их отдала, даже не спрашивая, зачем они тебе?» «Ну, я сказала, что плохо себя чувствую, но не хочу ее отвлекать, поэтому могу сама сходить в медпункт». «Да уж, отличная отмазка. Хитрость, лукавство и притворство. Говорят, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина». Я вспомнил про вторую пачку космоса, подаренную пионерам. Сигареты оказались изрядно помяты, но мне все же удалось найти парочку целых. «Ладно, ключи мне действительно не помешают. Это ты хорошо придумала». «Спасибо». Еле заметно улыбнулась девочка. Вдруг она и правда не прячет нож за спиной. «Хотя, откуда вообще такие мысли?» «Презумпция невиновности никогда не работала в этом мире, а уж теперь самым правильным будет считать всех окружающих враждебными априори». Я внимательно глядел девочку с ног до головы. «Что? Со мной что-то не так?» «Да вот даже не знаю, это ты мне лучше скажи, так все с тобой или не так?» «Я тебя не понимаю!» Пионерка явно смутилась и расстроилась. «Ну и ладно, пока она хотя бы притворяется хорошей, стоит это использовать. Самому не гнущимися руками будет проблематично перевязать все раны». «Не бери в голову, если правда хочешь помочь». Медпункт ярко осветили лампы дневного света, висящие под потолком. Я с трудом возгромодился на кушетку и попытался снять рубашку. «Давай я помогу». «Ну, помоги». Слева и справа в районе живота ужасающими сине-красными потеками рдели синяки. Наверное, я сломал несколько ребер, а может наоборот лишь несколько остались целыми. Каждое движение отдавалось внутри резкой болью. «Эмммм, поаккуратнее нельзя!» «Извини». Пионерка уж слишком ретиво начала меня раздевать. Наконец я остался в одних шортах. «Сейчас, сейчас, надо йодом смазать, продези... 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 твою же... продезинфицировать!» «Ага, ну да, чтобы я стал похож на бурого медведя?» «Нет уж, давай перекисью. В ящике стола лежит». Пионерка не стала спорить. Впрочем, что перекись, что йод, жжет одинаково. Мне пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы не заорать. «Больно?» «А ты как думаешь?» Сквозь зубы прошипел я. Затем пионерка начала забинтовывать меня. Каждый раз, когда я приходилось перехватывать бинт с другой стороны, она практически вплотную прижималась ко мне. «Ну вот!» С чувством выполненного долга сказала она. «Переигрывает!» Пронеслось у меня в голове. «Да, так получше». Не то, чтобы я действительно чувствовал себя лучше, скорее увереннее, что уже завтра я буду почти здоров. Однако то завтра. Я попытался встать, чтобы дойти до шкафчика с лекарствами, но у меня неожиданно закружилась голова и пришлось вновь сесть на кушетку. «Принеси мне анальгин и... и... ну это...» «Неужели я действительно забыл содержимое местной аптечки?» Поднес руку к колбу, он горел. «Что-нибудь от столбника я не знаю. Там написанная инструкция есть». Девочка засуетилась и вскоре принесла мне горсть разноцветных таблеток. «Это что? Как ты и просил?» «Конечно, я рисковал, но хуже уже явно быть не могло». «Ну и воды запить». Я проглотил таблетки и с трудом растянулся на кушетке. Пионерка села на стул рядом и выжидающе смотрела на меня. «Что же ей надо в конце-то концов?» Неизвестность утомляла. Я просто хотел спать, отключиться и хоть на какое-то время забыть об этом безумном мире. А еще лучше проснуться в другом. Пусть они закончат, начато и добьют меня. Или вот эта застенчивая девочка. И долго планируешь вот так сидеть? «Если я мешаю, то могу уйти?» «Нет, ты не мешаешь». Вдруг в голове родилась шальная, но при этом не лишенного смысла идея. «Даже можешь помочь». Пионерка вопросительно посмотрела на меня. «Возьми вот тут баночку, видишь?» И я с трудом поднял руку и показал пальцем на нужное лекарство. «А теперь набери оттуда полный шприц». «Оу...» «Аммм...» «Он решил себя того, что ли?» «Ладно...» «Уж в крайнем случае через пару дней и новый виток, и никто уже и не вспомнит об этом». «Я вспомню, этого уже достаточно». «То есть твой ответ нет?» «Мой ответ!» «Хватит надо мной издеваться!» Она попыталась встать, но я крепко схватил ее за руки. «Эй!» Вместо того, чтобы попытаться вырваться, Женя засмеялась и крепко прижалась ко мне. «Ты точно не шутишь?» «А что если мы все-таки выберемся отсюда?» «Ты давно об этом не говорила». «Не говорила, а теперь говорю!» «Если в реальном мире ты рассчитываешь забыть и притвориться, что ничего сейчас не говорил, то...» «Нет, и здесь, и в реальном мире мои слова искренне!» «В это просто сложно поверить!» «Так, внезапно...» «Да что ж тут внезапного?» «Как давно мы знакомы, я уже потерял счет виткам!» «А я считаю...» «Тихо сказала Женя и еще крепче обняла меня». «Так, интересно, что ж он ей такое предложил-то?» «Ладно...» «Пионерка послушно наполнила шприц бесцветной прозрачной жидкостью и протянула его мне». «Нет, ну где-то видано, чтобы пациент сам себе уколы делал!» «Но я ведь не умею!» «Да тут нет ничего сложного!» «Просто для меня в этом мире все-таки существовало одно единственное табу!» «Это самоубийство!» «Я был готов и даже хотел умереть от рук обезумевших пионеров или от смертельной инъекции, но наложить на себя руки...» «Почему-то мне казалось, что нельзя!» «И даже сам толком не мог объяснить, почему я никогда не пытался проверить!» «Возможно, всему виной страх неизвестности, который с новой силой захватил меня в последние сутки, а может, все куда проще и причина в банальном инстинкте самосохранения» «Как бы то ни было, я был уверен, что если меня убьет кто-то другой, то я тут же очнусь в новом витке, но уже готовый ко всему» «Проблема только в том, что эта девочка явно не собиралась мне помогать в добровольном уходе из жизни» «Нет, я... А вдруг что-то не так сделаю? Лучше медсестру позвать! Я сейчас, я быстро!» «Вот медсестры тут только не хватало!» «Подожди!» «Я с трудом приподнялся на локти и схватил ее за руку» «Ты не бойся, я делал это сотни раз и тебя научил! Тут нет ничего сложного!» «Девочка заколебалась... Сначала возьми жгут... Хотя нет, зачем ей жгут? Она же... Он же... Фу ты! Он же нужен, когда кровь берут» «Ладно, жгут не бери» «Пионерка положила жгут на стол рядом со мной» «Я отвел в сторону левую руку, чтобы ей было удобнее» «Может быть, все-таки не стоит? Да я даже ничего не почувствую» «Ее руки дрожали и глаз скакал из стороны в сторону» «Если промахнется мимо вены, будет не здорово» «И так-то эвтаназия лекарствами из советской аптечки сомнительное удовольствие» «Не смотри на меня так», — вдруг сказала девочка «Как я тебя смотрю?» «Наверное, на... Как я на тебя смотрю?» «Вот тут опечатка явно» «Не отвлекайся» «Я так не могу» «Ну, начинается» Обреченно вздохнул я и одернул руку «Ладно, забей, я просто посплю и завтра буду в норме» «Когда будешь уходить, не забудь выключить свет и закрыть дверь» Девочка покорно направилась к выходу, но замерла на полпути «Тебе правда очень больно?» «Правда, правда, какая теперь разница? Буду терпеть» «Я могла бы, только если ты закроешь глаза» «Ну, закрою, и что изменится» «Мне будет так проще, как будто ты спишь» Улыбнулась она одними глазами «Хорошо, давай закрою» «Как будто бы ничего страшного» «Пионерка подошла ко мне и взяла шприц» «Ну, да-да» Я закрыл глаза И в ту же секунду в мозгу стрельнула мысль «А почему вообще я так слепо ей доверяю» «Еще полчаса назад, стоя на крыльце, я думал совсем другое» «Что-то придавило меня к койке так сильно, что я не мог пошевелить ни руками, ни ногами» «Вот тварь» «Надо мной нависла пионерка, держащая в руках жгут» «Пам-пам-пам» «Вот это поворот, и вот это пугающая Лена» «Нихрена себе» «Вот на такой вот неожиданной ноте, ребятки» «Мы с вами и закончим данную серию на таком вот интересном моменте» «Надеюсь, вам понравилось» «Не забывайте про лайки и комментарии, а также на подписку на канал, коль вы этого еще не сделали» «На этом все, с вами был Антон или же просто Ичи» «Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс» «И всех вам благ, удачи, пока» «Надо мной в карте и сверху» «Можиданная» «Да, кроме меня?» «Можиданная»